Мамма миа, господи боже мой, какое шоу сегодня в Альбире на Сумском Самый успешный в истории этого жанра мюзикл Мамма миа по музыке знаменитейшей шведской группы Абба Сегодня здесь Оторвемся здесь сейчас! Какая музыка! Вот такая музыка! Слышу эти песни не сотни, а тысячи, наверное, раз, но все равно мурашки потихли Это был полноценный часовой мюзик! Это был полномерный классный театр! У меня захватывало душу! Это была живая музыка! Это были живые голоса от первого до крайнего голоса! Более сорока человек, два шоу-балета, хор, классная группа, были задействованы для вас в этой постановке, в этом замечательном мюзикле! Мы любим вас! У меня все время было ощущение, что вы можете лучше спеть! Вот все время было такое вот чувство! Всегда можно лучше! Задача в этот раз еще усложнилась, поэтому, как бы, да, есть куда стремиться! Всегда! У Анни Фрид и у Агнеты очень специфические были тембры, но, в общем, голоса такие не оперные, прямо скажем, да? Но, тем не менее, вот эти высокие ноты, блин, брать, наверное, непросто, да? Мы профессиональные музыканты, актеры, поэтому я думаю, что мы хорошо справились, надеюсь, что хорошо справились со своей работой, мы старались! Это вы мой отец? Думаю, да! Значит, вы завтра поведете меня к алтарю! Люди, когда смотрят, они оценивают, ну, общее восприятие, скажем так, да, то есть общее впечатление для них важно, не вдумываясь в вот эти режиссерские детали. Я не хочу перечислять огромное количество акцентов всевозможных, правда? Ну, ты знаешь, вот именно эти маленькие акценты, они в общей сложности создают атмосферу, создают эмоцию, которую ощущает зритель. Если даже зритель где-то не понял нашу идею или еще чего-то, если зритель просто сидит и ему хорошо, значит, мы все сделали правильно. Да мне все равно, пусть даже сотни мужчин ты переспала! Ты моя мама, и я тебя люблю! Да, сотни мужчин я не спала! Театральную форму создали в ресторане. Как вот в таком антураже это все воспринимается? С одной стороны удивлен, с другой стороны приятно восхищен тем, что я увидел. На это смотришь, как будто ты находишься где-нибудь в Нью-Йорке, на Бродвее или в Париже. Я был, честно говоря, удивлен, когда меня пригласили. Ну, я думал, что это какая-то художественная самодеятельность. Но то, что я увидел, как это профессионально было исполнено, я не кушал в это время, я смотрел на сцену. Если бы вы в своей жизни выбирали между тремя отцами, какие бы ощущения вы испытывали? Ох, я не знаю, наверное, я была бы в панике. Ну, во-первых, у меня бы не было бы три уходцов моей дочери, как минимум. Неужели все так гладко, все-таки с каким-то проблемами пришлось столкнуться? Когда слушаешь крайнюю репетицию, всегда безумно нервничаешь, и тебе кажется, что будет что-то не так. Друзья, на полномерный мюзик профессиональный театр не может выпустить более трех мюзиклов в год. Мы делаем мюзик в месяц. И это пять как бы отдельных групп, которые влили в семью. И они играют вместе. Каково это интересно, когда твоя группа играет, пожинает успех, а ты стоишь в зале и смотришь. Я искренне радовался за ребят, и у меня больше нет слов, я просто в восторге. Он нас поддерживал морально, мы чувствовали его поддержку. Впечатления какие? Говорите. Максимум позитива. Очень понравилось. А вам? Все вообще было отлично. Мы вас приглашаем на 17 сентября. Октоберфест, который, говорят, начинается в Мюнхене, на самом деле начинается у нас. Мюзикл «Бременские музыканты». Они такого не поставят. Мы вас приглашаем 10 сентября на розыгрыш. Причем лотерейный билет вы можете получить в каждом из двух ресторанов «Альбир» и просто покупая свое любимое пиво в ваших любимых супермаркетах «Рост и класс». Выиграв, получив эти билеты, приходите 10 сентября на розыгрыш поездки в Прагу. Пивную экскурсию, цель которой – вы убедитесь, что лучшее пиво уже не в Праге. Уже у вас дома, и вы будете гордиться этим. Мюзикл «Бременские музыканты» Мюзикл «Бременские музыканты»